В эфире телепроект «Спасти Донбасс». Больше года Украина живет в страхе. На востоке страны идет война. За нашу свободу гибнут лучшие из лучших. Количество пострадавших в ходе боевых действий измеряется десятками тысяч человек. В этой передаче мы рассказываем о деятельности волонтеров, потребностях солдат на передовой, раненых в госпиталях и условиях жизни переселенцев. Благодаря нам вы получите ответы на юридические вопросы, как правильно оформить положенные бойцу льготы и куда обращаться в случае нарушения прав солдатам. В конце каждого выпуска вашему вниманию будут предоставлены адреса и телефоны волонтерских центров и пунктов сбора помощи. Прошлым летом Марина Мухина бежала от войны в родном регионе. В поисках лучшей жизни, без обстрелов, женщина приехала в Одесскую область. Переезд в санаторий сына Татья в Сергеевке для нее стал третьим за год. В новом блоке две комнаты. Светлые, просторные, с балконами. Свой санузел только для инвалидов совершенно не приспособлен. Вот теперь надо попробовать развернуться. Чтобы... Я ж не буду так вот сидеть. Это далеко для меня. Мне надо развернуться. Мне надо вот это вот мучать колеса, чтобы развернуться, кракиви или боком хотя бы стать. Если в ванну еще можно заехать, то на пути в туалет непреодолимая преграда – высокий порог. Посмотрите, тут высокий пантус. Я попросила плотника, чтобы он хотя бы пантусик маленький сделал, чтобы скатываться можно было. У нас нет материала. Так, попросили задвижки с этой стороны. У нас нет материала. Санаторий просто не рассчитан на инвалидов. На больших колясках люди не могут проехать даже через дверные проемы. Еще одна проблема – питание. В санатории оно платное. У Виктории двое детей. Она подсчитала, на еду нужно втрое больше денег, чем женщина зарабатывает. 960 гривен будет выходить у меня. Только если ужином моя семья будет питаться. А если уже взять еще и завтрак, и обед. Релочка молочки, одно яйцо, кусочек хлеба и маленький кусочек масла. Это дорого. Если можно за 20 гривен купить десяток яиц, и несколько дней детей кормить с яйцом, хлебом, вот просто на завтрак. В новом доме у женщины есть отопление и горячая вода. На предыдущем месте жительства, в санатории Эспиранца, это было недоступной роскошью. Из-за старой проводки готовить в комнатах категорически запрещено. Поэтому для колясочников оборудовали отдельную столовую. На входе установили пандус, который соответствует всем стандартам. Ну, там, конечно, условия были похуже. Во-первых, там общий туалет, то есть постоянно приходилось туда-сюда двигаться, то есть с пол, назад, вот, постоянно ждать очереди, представляете. Мы жили в обычной одной комнате, там, может, 4 на 5 где-то одна комната, и мы пятером там жили. Руководство санатория обещает, дверные проемы в комнатах расширят. На унитазы установят специальные сидушки, а на нескольких этажах сделают общий душ. Все необходимые стройматериалы, благодаря волонтерам, уже привезли. Это для расширения санузлов, и на этажах общественные душевые. Именно под коляске, без препятствий, без порогов. Расширяю ихнюю сферу, более, чтобы было комфортно, удобно, чтобы они могли передвигаться без препятствий. Всего из санатория аспиранцев в соседнюю санитатию переехало более ста инвалидов, переселенцев из Донбасса. Помощь с обустройством на новом месте им помогают волонтеры. Нужны продукты питания, лекарства и техническое оснащение. Чтобы узнать полный список потребностей, обращайтесь по номеру 095 752 65 23. Почти год назад семья Татьяны переехала в Одессу из Луганской области. Муж сразу устроился на работу. Ребенка тут же отправили в детский сад. Сама женщина до сих пор находится в поисках. Я работала в системе органов местного самоуправления, то есть мне чуть-чуть сложнее, поскольку найти приличную работу с зарплатой чуть-чуть побольше, чем минимально, это, к сожалению, не так быстро. Переучиваться, честно говоря, не хотелось бы, потому что стаж работы достаточно большой, поэтому хотелось бы по-прежнему приносить пользу людям и государству. В надежде отыскать подходящий вариант, Татьяна пришла в центр занятости на ярмарку вакансий. Швея, бухгалтер, инженер, охранник, медсестра. Сегодня это самые востребованные профессии. Средняя зарплата всего 1700 гривен. Прожить на такие деньги в Одессе нереально. У них достаточно высокие претензии по поводу уровня заработной платы, но это объективно абсолютно так сложилось, потому что в тех регионах заработная плата всегда была выше. Кроме того, не всегда мы можем удовлетворить требования этих людей в том смысле, что, допустим, к нам приходит шахтер, ну вы сами знаете, что с шахтами в Одесской области достаточно тяжело. Тем, кто не может найти работу по специальности, предлагают записаться на курсы переквалификации. Бесплатно освоить одну из 25 профессий можно в учебном центре. Цифра людей, которые являются переселенцами, уже достигла где-то порядка 120 человек. Прошли обучение на базе нашего учебного заведения. На сегодняшний момент в группе администраторы уже учатся и люди, которые принимали участие в зоне АТО. Работодатели говорят, если не устраивает маленькая зарплата, можно подыскать место с гибким графиком и параллельно подрабатывать еще где-то. Сотрудник неофициально обустраивается первоначально, то есть эта работа не привязывает к офису, это как дополнительный заработок можно рассматривать и в дальнейшем. Мы уже, естественно, по работе, по итогам сотрудника, мы уже переводим на трудовой договор, на официальное трудоустройство. В Одесской области только официально больше 25 тысяч беженцев из Донбасса. За полтора года в Центр занятости обратилось всего 500 переселенцев. Официально трудоустроился лишь каждый четвертый. Другие вынуждены работать нелегально или подрабатывать. Если вам нужна помощь в трудоустройстве или вы готовы взять на работу переселенцев с Донбасса, звоните по номеру 711 1240. А сейчас информация для солдат и их семей. Все, кто служили на Донбассе и принимали участие в антитеррористической операции, могут получить статус участника боевых действий. Происходит это следующим образом. Командир военного подразделения, в котором служил боец, не позже, чем через месяц после выполнения задания бойцом в зоне АТО, должен предоставить в Министерство обороны Украины целый пакет документов. Боец, в свою очередь, должен предоставить командиру недостающие бумаги из списка. Первое – оригинал справки участника АТО. Ее выдает командир подразделения с подписью и печатью. Пример справки вы сейчас видите на экране. Второе – в случае необходимости копии документов о командировке и или полученных ранения в ходе выполнения боевых заданий. Такую справку выдает медучреждение, в котором находился боец. Третье – копия первой страницы паспорта. Четвертое – письменное согласие на сбор и обработку данных. Примеры документов вы сейчас видите на экране. Пятое – выдержку о прибытии и убытии бойца из части, а также выдержку из приказов первого заместителя руководителя антитеррористического центра, командира сектора, о прибытии бойца в зону АТО и возвращении в места постоянной дислокации. Собранный пакет документов передается комиссии Министерства обороны Украины. Если боец уволился из воинской службы, он самостоятельно передает этот пакет документов через комиссию областного военного комиссариата. Вашему вниманию предоставляется карта волонтерских центров. Если вы хотите помочь раненым в госпитале, обращайтесь по следующим адресам. Сквергамова, 3, телефон 34-70-52. Улица Жуковского, 36, телефон 093-033-02-90. Пункты приема помощи для защитников на передовой. Улица Канатная, 35, телефон 067-480-43-47. Улица Жуковского, 36, телефон 098-098-5387. Улица Успинская, 34, телефон 093-605-02-45. Улица Лонжероновская, 3, бывшее здание Киевстара. Смотрите новый выпуск проекта «Спасти Донбасс» на Первом городском каждый день. Если вы хотите помочь или принять участие в нашей программе, звоните по телефону горячей линии Первого городского 709-10-10. Субтитры создавал DimaTorzok